Здравствуйте, мои дорогие! Наконец-то появилась минутка заснять видео и поделиться своей радостью. На днях Софеечке ставили прививку АКДС. Она ее слаженно перенесла. Два дня София не могла вставать на ножки. Только лежала. Ножка немножко где на месте укола. Чуть-чуть опухла. И она вообще не могла вставать. Плакала, плакала. Мама, ножка болит. Мама, ножка болит. Маленькая моя. Сегодня ей уже получше. Сегодня она уже бегает, прыгает. Ее уже немножко отпустила. Это София плакала у нас. Я думаю, что она. И хочу с вами поделиться своей радостью. Наконец-то мы получили визу. Как это происходило. Сейчас я вам все расскажу. Значит, каждый день я заходила на сайт посольства. Проверяла свой номер. И в один прекрасный день я утром зашла на посольство. На сайт посольства. И смотрю, в списке есть мой номер. Ну, конечно, я обрадовалась. Даже немножко расплакалась. Дети меня с двух сторон успокаивали. Мамочка, не плачь. Мамочка, не плачь. Ну, я им объясняю, что это слезы радости. Что мы скоро поедем к папе. Вот. Значит, увидела свой номер в списках. И тут же в этот же день я звоню агенту. Заказываю страховку. Потому что напротив моего номера стояли буквы. Они обозначают то, что я должна прийти за гран-паспортом с пропуском и с копией страховки. Вот. За два дня сделала страховку. И, значит, поехала получать визу. Визу получают в пятом окошке. Там же, где сдаешь национальную визу, в этом же помещении, но в пятом окне сдаешь паспорт. И получаешь уже в кассе в восьмом окошке. И получается с восьми до девяти получаете визу. Ну, подаете документы на получение с восьми до девяти. И либо в этот же день после трех, либо на следующий день с утра можно получить уже готовый паспорт с клеенной визой. Платить ничего я не платила. Визовый сбор я не платила. Значит, как у меня все происходило. Приехала туда в семь. Я уже была у посольства. Потому что мне надо было проверить мою страховку. Я тоже не знала, как она выглядит, что проверять. Я ничего не знала. Значит, приехала в посольство. Туда агент мне привез страховку. Я все проверила. Заплатила ему 2200. И она действует у меня месяц. Вот. Потом без 15.08 стали запускать. Также телефоны оставили в камере хранения. Доча пьет у меня не молоко. Так как она не аллергик. Ей молочечку нельзя молочный продукт. И вот она мне балуется немножко. Ты моя улыбочка. Без 15.08 начали запускать людей. Я была первая. Значит, приходите в то помещение, где ей сдавали документы. А в пятое окошко сдаете... Доча, потеши. В пятое окошко сдаете загранпаспорт с пропуском. И вас вызывают по очереди. Значит, меня выспали. Она еще раз там что-то переспросила. Спросила на какую дату открывать визу. Запомнили там какой-то планк еще. И все, говорит, либо сегодня к трем, либо завтра с утра. Ну, я стала ждать. То есть мне мотаться туда и сюда. Это очень накладно и тяжело. Поэтому я села в уголочки и ждала свою визу. Я дождалась свою визу. Пошла в восьмое окошко и ее получила. Народу было немного в этот день. Поэтому визу я получила не в 3 часа, а уже в 12 часов. 12 часов утра у меня была уже готовая виза, вклеенная в паспорт. После посольства я сразу поехала на вокзал. Еще раз на белорусский вокзал. Узнать про поезд, билеты и так далее. Свободные даты. И, к моему удивлению, ну, цены возросли. То есть прилично цены возросли. И, то есть на тот момент, когда я узнавала, когда я получила видео-билеты, стоили там 16-18 тысяч. Сейчас же они стоят на 5 число, я спрашивала, 5 ноября. Они уже стоят 28 тысяч. Поэтому мы решили все вместе, что было решение приюта, что мы летим на самолете. Да, мы, конечно, не возьмем тот багаж, который хотели взять, говорит на объемный. Мы возьмем только личные вещи, детские книжки, игрушки. Мы летим авиакомпанией Победа. Нам с двух лет, там уже платные билеты идут. Нам на троих, один взрослый, двое детей, обошлось 22 тысячи. И плюс в эту стоимость ходит 40 килограмм багажа. Вот. Но я так чувствую, что нам придется еще докупать, потому что, оказывается, 20 килограмм это очень мало. Вот. Так что будем еще, скорее всего, докупать. Да, еще забыла сказать, что визу я получила через 3 недели. То есть я ее подала в понедельник. И в понедельник я получила ровно 3 недели, делали мне визу. Ничего больше не доносила, никаких звонков не было. То есть все ухватило, то, что я предоставила изначально. Я считаю, что мы получили быстро визу, потому что я читала отзывы и смотрела тоже на ютюбе комментарии, кто получает визу, достаточно долго ждут, либо там какие-то запросы делают. Ну, у всех-то по-разному. Но я считаю, что нам повезло, что мы в 3 недели наложились. И теперь будем паковать чемоданы. У нас в квартире сейчас такой творческий беспорядок. Это просто кошмар. Чемоданы, тряпки, сумки, вещи, все вперемешку. Смотрим, что можно взять сейчас на данный момент, что можно будет почтой отправить. Вот поэтому у нас сейчас в квартире творческий беспорядок. Вот такой у нас сегодня творческий беспорядок. Мы пакуем чемоданы. Вот так выглядит комната. А дети заняты играми. Пока мои помощники заняты, я хочу быстренько все разложить по пакетам. Вот вещи мне тут помогли уже дети, все распаковали. Все было сложено по стопочкам. Но пришли мои помощники и решили сделать, как им нравится. Так что пока они заняты, я быстро буду упаковывать все. Мы готовы, да? Да. Каждому по чемодану. Маркус, у тебя такой большой чемодан. У тебя что ли столько много вещей? Да. Это Марка чемоданчик. Это Софин чемоданчик. Молодец. Даже... Ну я сам его отакаю. Молодец. Марка, это Муря. Да, у каждого есть чемодан. И там вот в конце стоит мамин чемодан. И сумки еще будут у нас. А погодите, Ма, я подержу. Подержи. Ну что, когда... Мы на чем летим-то? На Муряктина. А когда мы летим? Ма, сейчас. Сейчас? Ма, подержи. Пустите вам. Пустите. Проходите, дорогая моя. Мама, начнешь, чтобы сейчас мы полетим? Нет, мы полетим 6 ноября. Мама, сейчас поедет папа. Ну, конечно. Мы на машине. Нет, давай расскажем наш маршрут. Значит, утром мы просыпаемся. За нами приезжает... Дядя Миша. Это таксист. Он нас везет в аэропорт. И там мы заходим в самолет. Маркуша, и куда летим? К папе. К папе. А папа где у нас живет? В городе. В городе? Конечно, в городе. А в каком городе папа у тебя живет? В городе 3. А? 7. В каком городе? 7. Что 7? В городе он 7 живет. В городе 7. В городе 7? Да. Цифра 7? Да. Вот, если кто не знал такой город 7, теперь такой появился город 7. Ну, а куда мы летим, вы узнаете об этом позже. Да? Папа, посади меня на чемодан. Мы купили вот такие пакеты. Очень удобно упаковывать сюда объемные вещи, мягкие игрушки. И сейчас, помню, что пылесосы будем убирать оттуда воздух. Есть и с клапанами, и просто на такой вот липучке. Сейчас будем отсюда убирать воздух. Вот так получилось. Вот такой объем теперь стал. А мой вам совет, лучше покупать такие пакеты, где есть клапан наверху. То есть это намного удобнее и проще в использовании, чем вот с такой вот лентой. Вот столько получилось вещей.